Галина, я на Бали живу уже 11 месяцев и здесь я повстречал очень много людей, молодых людей, которые живут тем, что зарабатывают удаленно, работают на удаленной работе. Я знаю одну женщину, которая уже более старшего возраста, я тоже в нее брал интервью и сейчас я познакомился с Вами. Вы такой жизнерадостный человек, наполняете людей энергией своей позитивной. Я хочу Вас спросить, хочу поговорить с Вами на эту тему. Вы же тоже удаленно работаете? Да. Хорошо, давайте начнем с того, что, расскажите, сколько Вы вообще уже путешествуете? Я путешествую, дело в том, что я уже на пенсии, я всю жизнь, я немножко расскажу о себе, я всю жизнь работала воспитателем в детском саду, у меня 25 лет педагогической деятельности в детском саду, и я когда увидела вот свою пенсию, пенсионное удостоверение, я задумалась, как вот прожить на эту пенсию, и я начала искать вот пути подработки. Вот. Пути подработки я работала сторожем ночным, я работала, продавала косметику по предприятиям, вот. Вот. Ну, потом в одной части мне это все надоело, а у меня потом случился такой вот со здоровьем у меня была проблема, я начала полнеть, вот кто меня знает 4 года назад, я была очень такая полная. и врачи мне говорили, я спрашивала, откуда, что это, мне сказали, ну, уже возраст, Галина, понимаешь? Угу. И я, первое мое путешествие так получилось, что я поехала на два месяца в Непал, вот. Вот, в Непале я попала к тибетскому доктору, вот, прошла курс лечения на травах, вот, там в Непале я полетела на параплане первый раз в жизни, ну, вот, можно сказать, вот оттуда, вот, все было связано со здоровьем. Угу. Я начала, потому что, Игорь, я жила вот обычной жизнью, а дом, работа, семья. Я в 46 лет увидела море впервые, а потом вот это вот у меня, как бы, букет болезней, вот, и я поняла, надо что-то, Галина, делать, надо что-то менять, и вот у меня первое путешествие, повторяюсь. Классно. Знаете, я даже добавлю сейчас, не в рамках нашего интервью, просто я понял, что получается так, что, знаете, у человека есть два пути, или он приходит, скажем так, есть определенная дисциплина, да, которая приводит его к каким-то результатам, или у человека возникает болезнь, там, знаете, и он все равно становится, вот эта все равно приходит, вот эта дисциплина все равно получается, как-то его приводит к результатам, в любом случае. То есть у человека есть выбор, опять же. Да, я вот в путешествиях в Непале, меня спросили, какая у тебя, Галина, цель, а я жила и жила, я не знала, я просто каждый день вот-вот жила обычной жизнью, вот, и вот так вот, а потом я начала вот как бы над собой работать, над своими привычками, я не постесняюсь этого слова, я в своей жизни курила, бросила курить, я совершенно сейчас веду здоровый образ жизни, я перестала девичники устраивать дома, я не употребляю алкоголь, табакокурение, и я знаю, что, ну, лучше, лучше жить, когда вот ты утром встаёшь и живёшь просто, и у тебя вот голова, мысли светлые, это очень здорово. Вы полюбили своё тело, скажем так? Ну да, да, да. Здесь на Бали я встретила тоже интересную женщину, и она как бы предлагала мне как бы курить, я говорю, нет, я просто не буду Галиной, если я опять возьму сигарету в руки, ни за что, пусть хоть там, не знаю, стакан с вином или там что-то, нет, ни за что. Классно. Сколько стран вы уже посетили? Стран я посетила уже девять, девять стран, да, я в Молдове побыла, в Украине побыла, в Непале, в Гонконге я была, в Индонезии, вот, сейчас я на Бали. А, в Бали это тоже самое, Индонезия. Да, ну, в общем, продолжайте, развивайтесь, путешествуйте, да? Да, да. Понятно. Просто знаете, как бы, а, как вот я вообще пришёл, ну, я сейчас тоже не в рамках интервью добавлю то, что я просто, ну, то есть, когда мне по-другому смотрел вообще на эту жизнь, я выходил на улицу, да, я смотрел, как бы сидят бабушки, да, бабушки, дедушки там щелкают семечки, обсуждают людей, которые проходят мимо, да, вот эти сплетни, всё такое. И я просто задумался, я не хочу так жить, я не хочу такую старость, чтобы вот так вот сидеть, обсуждать там что-то, я хочу, чтобы у меня моя жизнь была насыщена яркими впечатлениями, новыми возможностями путешествовать, да, и всё же получается, потому что всё граница только нашей голове, потому что если мы сделаем правильный выбор и будем двигаться в этом направлении, да, которое нам нравится, то мы же всё равно в любом случае достигнем результатов, они же будут сто процентов. Да, я согласна с вами, почему? Потому что вот я опять вспомнила своё путешествие в Непале, в то время, это был 12-й год, в то время я вела блог «Моя жизнь, мои достижения», и я писала там вот всякую всячину, и вот пенсионеров я постоянно вот видела всё вот в негативной форме, я обвиняла правительство, я даже вот писала что-то, и вот такие вот картинки выставляла, там вот такая вот бабушка там на пенсии с протянутой рукой, там вот эти вот монетки в такой вот одежде, ну то есть, и понимаете, вот введя вот этот блог, я это видела, я притягивала себе вот это вот к себе, как я только поменяла, поменяла жизнь свою, поменяла, вот я утром прямо встаю, и всё, улыбка, и всё, делаю себе настроение хорошее, и у меня такой вот настрой, и сейчас вот вокруг меня вот действительно другой совершенно мир, и сейчас я веду блога «И пенсионер», и там замечательные статьи. Классно. Друзья, я ниже под этим видео, я выложу ссылку на блог Галины. Классно. В общем, ваша жизнь сейчас насыщена, насыщена яркими впечатлениями, ещё раз повторюсь, новыми возможностями, да? Скажите, вот получается, вы работаете удалённо. Да. Чем конкретно вы занимаетесь, что, получается, доходы позволяют вам путешествовать по миру? Я уже говорила, что я работала сторожем, продавала косметику, если я раньше вот зарабатывала вот этим, дополнительный доход у меня был на пенсии, то сейчас я действительно зарабатываю исключительно в интернете. Я прошла обучение в третьем потоке, где меня пенсионерку прямо вот научили и обучили, и я сейчас знаю, как и где зарабатываю деньги. На пятый день обучения я получила первый результат, я заработала первые свои 180 рублей. 180 рублей я даже вот не постесняюсь вот этой суммы, потому что вот именно отсюда вот началось. А 26-го, потому что я проходила месячное обучение, а 26-го я ещё заработала много денег и почти окупила вот вложенные деньги. И секрет мой в том, что я не остановилась на вот достигнутых результатах. 180 рублей. Да, и вот понимаете, вот где бы я ни пошла, там меня как бы сразу раскусывали, что я зелёный новичок в интернете. То есть я не была специалистом, и мне ничего не давали. И вот я очень благодарна, что я сейчас работаю в компании, и где я прошла, то есть после обучения 5 месяцев прошло, и я прошла месячный испытательный срок. И сейчас, на данный момент я работаю модератором на сайте, потому что модератор на сайте, вот, ну, некая такая проверка была. Постоянно ли я на связи, как я отвечаю на вопросы, и вот мне дали логин и пароль, и я уже 15 месяцев зарабатываю стабильную удалённую зарплату. Классно. Ну, соответственно, всему своё время, да? То есть чем больше работать, тем, соответственно, у работодателя возникает доверие, и, соответственно, от этого зарплата тоже зависит. Да. Классно. Просто я вот общаюсь, да, вот с людьми даже, вот, которые, ну, я тоже знаю пенсионеров, которые, и вот я просто говорю то, что ты можешь поменять свою жизнь. Всё в твоей голове, вот эти границы, вот уже есть, есть результаты, есть люди, которые зарабатывают деньги, есть люди, которые меняют свою жизнь. И вот всё равно у человека, получается, вот эти границы, да, они всё равно ему не дают. То, что, ну, всё, то есть он говорит то, что, да нет, это не моё, там, я уже, это всё ваше поколение, там, да, как бы, то есть, ты вот в такой вот, просто понимаешь, что человек просто закрыт, а вы просто открыты. Вы открыты для информации, вы открыты для того, что вас окружает. Поэтому у вас есть результаты, да, которые, и вы реально поменяли свою жизнь. Классно. Ну, хорошо. Друзья, что я могу добавить? Просто меняйте свою жизнь. В жизни ничего невозможного нет. Да, Галин? Да, это просто вот, просто нужно разрешить себе, разрешить себе изменить свою жизнь. Вот просто я взяла, себе разрешила, вот, и сейчас я делаю со своей жизнью то, что я хочу. Это очень важно. А если вы этого не сделаете, не разрешите себе, придёт другой человек и будет вот так вот, как бы, командовать вашей жизнью, вот так, как ему надо. А важно, чтобы вот человек сам себе разрешил. Да. Мне просто ещё кажется то, что, может, не все люди как-то понимают, да, но всё равно есть какое-то понимание того, что, ну, мы же живём один раз. Почему бы из этой жизни, скажем так, не взять всё по максимуму, да? То есть убрать вот эти страхи свои, а просто идти напролом и делать то, что даёт жизнь. Всё, что нам надо, просто брать. Да. Жизнь нам всё даёт. У меня, Игорь, вот в жизни такое было. Или я ухожу на тот свет, или я просто живу. И я разрешила себе вот просто жить. Жить, потому что, да, вот уже люди моего возраста, их и в живых уже нету, и вот они не попробовали ничего. Вот они жили, жили. А я благодарна Богу, что я всё же таки вот вижу вот эту вот красоту. Классно, Галина. Хорошо, дайте, пожалуйста, рекомендации подписчикам моего канала. Как вы видите ваше видение, как они могут изменить свою жизнь? Ну, рекомендации, советы это очень легко давать. Но, конечно, я скажу пару слов, может быть, я повторюсь. Разрешите себе изменить свою жизнь. И если, конечно, вам нравится вот ваша жизнь, я только за вас рада, потому что это хорошо, когда тебе нравится. А когда вот где-то у вас со здоровьем, или где-то вот вам работа не нравится, или где-то вот что-то вам не нравится, нужно просто кардинально изменить свою жизнь. Разрешите себе это. Вот. Классно сказано, Галина. Вы же не дерево, ребят, правильно? То есть у вас же корни, вы можете сами всё поменять. Хорошо, добавлю ещё, есть такая формула классная, то есть где-то вычитываю её в книге. Желание плюс действие плюс отсутствие значимости. То есть у вас появилось желание, вы хотите действовать, вам надо действовать для исполнения этого желания, и просто убрать все страхи и значимость. Просто идите на правом, результаты будут в любом случае. Ну всё, друзья, всем спасибо, что были с нами, всего доброго, до свидания. До свидания, счастливо.